Спасибо. 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 Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил, вы должны слышать. Добрый вечер. Это Татьяна. Сейчас я вижу, что люди добавляются. Хорошо, хорошо. Окей, спасибо. Удачи. Спасибо огромное. спасибо я я отключаю звук если что я здесь хорошо ну да мы я думаю я думаю мы будем периодически какие-то может вопросы задавать я вижу какие-то двое уже людей хорошо сейчас сделать тогда счет экрана своему я добавила там спасибо но мы вас сделали хостом хорошо да буквально еще буквально еще пару минут пока другие родители собираются хорошо раз 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 меня слышно если меня слышно можно можно что-то сказать написать в чат какое-то сообщение или поставить плюс или каким-то образом дайте знать просто что вы меня слышите все все работает микрофон работает пожалуйста мэтью пишет слышно спасибо хорошо спасибо мэтью ну что давайте тогда будем потихоньку начинать и я думаю что другие родители будут потихоньку подключаться если опять же у всех всего все получается сегодня присоединиться я сейчас выключу музыку чтобы она нам не мешала и мы тогда сможем уже потихоньку начинать начинать нашу презентацию итак тема сегодняшней презентации называется она живая профориентация и как ребенок как трансформировать увлечение ребенка в какие-то знания потому что ребенок играет в игры я хочу услышать наверное перед тем как мы уже начнем какую-то дискуссию наверное вот я вижу что яснина у нас в нашем митинге есть мэтью может вы можете сказать в двух словах почему вы здесь может у вас у вас знаком или ваши дети играют в игры и если играют то как часто не как много играет в игры то есть почему почему вы собственно здесь то есть какая какие у вас ожидания сегодняшнего от сегодняшней нашей встречи если можно в двух словах и я тогда просто буду уже но как-то направлять нашу беседу на какое-то какое-то русло напишите пожалуйста в чате или можете 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 включить микрофон будем будем рады общению я могу начать мэти здравствуйте здравствуйте ну значит у меня девочки которые играют довольно активно в майнкрафт то есть ничего плохого в как таком майнкрафте я в общем наверное не вижу так но я бы наверное не хотел чтобы они столько времени на него тратили и в общем собственно но если из этого можно каким-то образом извлекать пользу и каким-то образом перенаправить их интересную там вот я так понимаю что вы будете говорить про программирование то это было бы наверное интересно и ценно как бы я я сам айтишник вот поэтому это мне как бы эта область очень близко вот но пока особо заинтересовать девчонок у меня этим не получалось поэтому интересно что вы нам расскажете я пойму эти у меня есть один вопрос скажите а сколько вообще по времени играют то есть играют это это понятие у каждого каждого родителя разное сколько сколько вот вы видите час-два несколько часов в день я думаю что может быть по пару часов в день но не всегда у них как бы мы стараемся чтобы они как бы в основном занимались не этим да но контролировать все время сложно но там иногда час иногда два часа в день такое вполне может быть не понял но вы абсолютно правы сегодня мы конечно не будем не будем говорить только о программировании потому что сегодня немножко такая обширная тема что ребенок вообще играет в игры и было бы неплохо обсудить наверное не просто как это повернуть в какие какие-то знания это одно из одной из составляющих направлений но сегодня еще хочется поговорить о том же вообще что как может это контролировать и вот например у нас есть в нашей школе коди.си я немножко позже представлю себя и нашу школу у нас есть ну скажем много родителей с которыми мы общаемся ежедневно которые нам подсказывают в том числе дают какие-то тоже ну не совсем рекомендации советы или делятся опытом как вот у них получилось трансформировать это эти влечения в знания как они например раньше раньше дети сколько времени дети раньше играли и чем они смогли заменить это время игры вот давайте тогда будем потихоньку начинать в любом случае это видео будет записано и будет доступно на в группе brain masters я хочу сказать отдельное спасибо татьяне нарицын которая администрирует прекрасную группу и объединяет многих родителей учителей студентов это очень и очень здорово спасибо татьяна мы очень рады всегда поддерживать поддерживать ваши проекты как и вы поддерживаете наши спасибо огромное и так сегодня нам получится обсудить во первых мы хотим обсудить все вот эту тему глобально что ребенок играет в игры и как это вообще контролировать насколько это можно контролировать если это можно то как как сделать так что сегодня ребенок играет а завтра он начинает уже потихоньку трансформировать эти увлечения во что-то другое и мы постараемся разобраться основываясь на опыте наших родителей и на нашем школьном опыте как все-таки это было как можно контролировать и как можно начать это трансформировать второй момент это тема которая наверное тоже стоит вот мы от разных родителей часто слышим вопрос а если какие-то хорошие игры а из какие-то плохие игры и действительно они есть многие родители о них знают но мы с удовольствием расскажем вам возможно вы можете обратить на это внимание прямо сейчас или в будущем какие именно игры ибо играет ваш ребенок это могут быть компьютерные игры онлайн игры даже консольные игры и так далее ну и в конце будут хорошие игры то есть какие платформы игры направления действительно развивают детей то есть что им помогает для того чтобы развивать логику эрудицию что помогает им лучше скажем так понимать какие-то предметы в школе в том числе математику алгебру и так далее поэтому сегодня как раз вы будут вот эти три основные темы которые которые нам кажется будут очень важны и опять же вот я хочу попросить наших гостей если у вас будут какие-то вопросы мы как раз будем например мы обсудим первую тему ребенок играет в игры как так как это контролировать и возможно у вас сразу появятся вопросы возможно вы можете поделиться своим каким-то опытом как это у вас было окей давайте тогда будем потихоньку начинать итак на немножко я расскажу о себе и у меня есть два образования меня зовут михаил фамилия моя павлов и я окончил пед университет в 2007 году по специальности учитель информатики это моя профессия то есть я пять лет проучился в пед университете мы все это изучали детскую психологию и как это все работает в методиках разных и так далее то есть это моя профессия занимаюсь этим более уже 13 лет практически без перерывов и тем самым практически все это время с момента поступления в университет до окончания университета я занимаюсь изучением того что же подходит детям как что им какие платформы им больше нравятся какие языки программирования легче изучать и так далее и я об этом все равно конечно же расскажу сегодня и вторая профессия которая мне тоже очень нравится я получил ее здесь уже в канаде хочет хотелось развиваться хотелось получать что-то более скажем так немножко в сторону айти профессии и я с 2014 года занимаюсь тестированием приложение кио инженер и для того чтобы все-таки в канаде иметь возможность каким-то образом хорошо себя зарекомендовать я получил местное канадское образование почти целый год обучения и работал в разных компаниях здесь уже в канаде и продолжаю работать тоже но не совсем получается это делать на full time все-таки школа занимает очень большое большое время ну и вместе с моим партнером другом зовут его илья гройсман мы в сентябре 2018 года открыли школу называется на коде дать ей и эта школа для изучения программирования для детей и подростков если так сказать и главная цель нашей школы это обучение именно программированию через создание игр то есть мы не просто изучаем как создать и например какой-то веб-сайт потому что детям скажем так около 10 лет даже скажем так о с 5 до 15 лет не очень понятно зачем им свой веб-сайт но как создавать свою игру они конечно же хотят знать ну и компьютерная грамотность тоже потому что дети хотят разбираться как это все как это все устроено быть на ты с компьютерами с таблетами с гаджетами и мы 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 объясняем как это делать как это работать с файлами с фолдерами как устанавливать программы как деинсталлировать программы и так далее все это является частью и до школа существует на сегодняшний день и мы мы сегодня рады как раз с вами встретиться итак давайте перейдем к первой теме которая нам кажется очень важна потому что нужно контролировать сколько ребенок играет в игры можно ли ограничивать да можно вопрос был от одного из наших родителей нужно ли ограничивать и обязательно до ограничивать нужно если встречались кстати вот мне некоторые комментарии в интернете о том что зачем ограничивать если таким образом мы как бы посягаем на свободу ребенка но здесь вопрос в детской психологии она работает таким образом что все что дозволено значит разрешено соответственно если ребенок понимает что ему ничего не ограничивают значит он или она будет играть прекрасно несколько часов в день с утра до вечера иногда вместо еды вместо сна это будет нормальным процессом потому что нет запрета нет ограничения конечно запрещать вообще это очень надо осторожно но ограничивать это нужно и так если давайте рассмотрим первый вариант если ребенок еще не знаком с игрой например моей дочке семь с половиной лет я ограничиваю ее я разрешаю не больше одного часа в день проводить за таблетами она изучает она уже закончила курс скрыт джуниор на таблетах на планшетах и сейчас она занимается в в группе scratch это уже на компьютерах на лаптопах и вот есть программирование есть иногда игры развивающие игры например logic лайк или какие-то что-то что как что-то около того второй вариант это когда уже ребенок много играет в игры то есть действительно много вы видите что вместо еды вместо сна все время игра и все время это в этого очень много в этот момент основываясь на нашем опыте мы взяли наш опыт родительский плюс еще мы взяли опыт с наших наших родителей наших учеников и вот эти два пункта которые нам кажется очень важны и мы их максимально рекомендуем итак первый способ который можно заменять вот это постоянное может можно отчасти назвать это игроманией если это действительно доходит до многих нескольких часов в день 5 6 8 часов в день и ночью и так далее тоже игромания но это немножко другая тема для разговора но все-таки попытаться это каким-то образом отвести в сторону других активностей это нужно делать итак первый способ мы предлагаем и рекомендуем заменять вот это и время игр физическими активностями почему они важны потому что дети имеют какие в принципе взрослые но детей немножко по-другому работает их психология что дети накапливают в себе негативные энергии очень быстро им достаточно может быть что-то увидеть что-то услышать их негативная энергия поселяется очень глубоко вытянуть эту негативную энергию можно в единственном способ единственным способом это физическая активность она может быть разное то может быть хоккей это может быть гимнастика если это интересно это может быть это может быть тейквондо это может быть карате любые физические активности это очень важно если ребенок только занимается некими интеллектуальными вещами например интеллектуальными активностями например шахматы или программирование к сожалению это этого не хватает этого скажем мы не рекомендуем иметь только интеллектуальные какие-то занятия поэтому физические активности это очень важно. Важно, чтобы ребенок имел возможность выплеснуть какую-то негативную энергетику, негативную энергию и заменить ее чем-то позитивным. Механика замены достаточно простая, у каждого она работает по-разному, но основываясь на тех наблюдениях, на собранном каком-то опыте, мы можем сказать, что лучше ограничивать вот два часа игры за компьютером каким-то одним часом других физических активностей. Опять же, время, например, которое будет ребенок проводить, сын или дочка будет проводить по дороге в эту физическую активность, это тоже считается, время, которое там проводится тоже и время обратно, дорога обратно, это все тоже должно включаться. И это обязательно, наверное, один из обязательных моментов, которые сейчас очень не хватает в связи с пандемией, отсутствие общения, и это важно. То есть физическая активность какая-то очень важна. Второй момент, это тоже очень важный момент, но, скажем так, если это первое условие работает, то второе условие может, скажем так, быть опциональным, то есть может выполняться, может нет. Мы рекомендуем заменять вот это время игры, беспробудной, беспросветной или контролируемой, какими-то вещами, какими-то занятиями, которые похожи, по своей энергетике, по своему стилю, что это все-таки компьютер, это какие-то, это мышка, это клавиатура и так далее. Это могут быть шахматы, причем как могут быть шахматы в физическом виде, фигуры, точно так же это может быть и онлайн-час. Есть очень много разных интересных веб-сайтов, на которых есть даже батлы между разными уровнями ребятами, и это очень интересно. Я периодически туда захожу, я не очень большой эксперт в шахматах, но провести какой-то час в неделю бывает очень здорово, проветривает от плохих мыслей очень хорошо. Второй момент это робототехника. К сожалению, сейчас в связи с ковидом робототехники, классы робототехники могут быть немножко ограничены, потому что, потому что это все-таки физическое, должно быть физическое присутствие в классе. То есть должен быть набор, должны быть инструкции, должны быть мотор, сенсоры и так далее. Когда мы до пандемии, мы проводили уроки робототехники в магазине Матвейка, у них есть специальная комната, специальный класс, где мы проводили активности. Это было очень популярно, и у нас было две разные группы ребят, и было очень много желающих записаться дальше, но пандемия внесла свои коррективы. Но робототехника, в принципе, можно поискать и купить это домой. Я не могу точно сказать, в каком виде это будет, но одни из лучших производителей робототехники — это компания Lego. Она делает Lego V-Do, она делает Lego Spike, то есть просто нужно набрать в интернете Lego Robotics, и вы увидите, где можно. Можно на Амазоне купить, можно на eBay и так далее. Это очень интересно. Если, конечно, вы хотите, чтобы ваш ребенок был в классе с другими ребятами, они все это дело проводили вместе, коллаборировались, конечно, для этого нужно немножко подождать, пока все это откроется и будет работать. Ну и, наверное, одно из тоже в этой области — это программирование. Конечно, дети, которые, когда первый раз слышат, что в игру можно не только играть, но и программировать, немножко это все-таки дает какой-то интерес, потому что появляется возможность и самим сделать игру, и самим в нее поиграть с друзьями. Это тоже очень большая сторона, позитивная сторона того, чем можно заменить вот это беспросветное или большое количество занятий именно игровых активностей. Здесь очень важно понимать, что если позволяет финансовая сторона. Сейчас в связи с ковидом стабильность очень хрупкая, в том числе и финансовая, поэтому самая простая рекомендация, если финансовая сторона не стабильная сейчас, да все, что угодно можно. Физические активности без проблем. Это может быть велосипед, скейт, это может быть любые челленджи на детской площадке без проблем. Это тоже дает ребенку возможность выплеснуть эту негативную энергетику. Дальше то же самое программирование. Прекрасно. Мы покажем вам сегодня. Есть множество разных приложений, за которые совершенно не нужно платить. Их можно использовать, их нужно использовать. И, конечно, основываясь на возрасте ребенка, можно подобрать какую-то программу. И для этого действительно нужно просто желание и, ну, наверное, попробовать. То есть попробовать родителям, попробовать детям. И со временем вы увидите, что и физическая активность часть оттянула от вот этой игры, и какие-то, может быть, около игровые моменты. Это может быть шахматы, робота, техника, программирование самим на тех аппликейшн, которые мы вам предоставим. Поэтому здесь можно варьировать, здесь можно комбинировать, как вам удобно. Но контролировать нужно обязательно, иначе наступает бесконтрольность. Она не очень хорошая. Очень частый вопрос от наших родителей, наших знакомых, наших друзей нашей школы. Сколько времени можно играть ребенку в день? И стоит ли вообще играть? Вопрос очень правильный, но простой ответ — да, нужно давать играть, потому что это то, что им интересно. И это то же самое, что, например, в моем детстве была игра, ну, скажем, в солдатики или в квадрат. То же самое взять просто и забрать это. Конечно, это будет, ну, скажем, родители не будут становиться ближе, если запрещать. Но ограничивать нужно. Наша рекомендация — не больше одного часа в будний день. и не более двух часов выходных. Это наша рекомендация. Все, что больше, вы сами смотрите, как это, как это, можно ли это позволить, нельзя это позволить. Но наша рекомендация — это не более одного часа в будний день, потому что есть школа, есть другие занятия, есть, возможно, уборка, есть, то есть, какие-то ежедневные рутинные обязательства, которые должны быть. Два часа выходные, школы нет, можно поспать, можно сделать домашние дела, и в качестве вознаграждения, да, пожалуйста, можно поиграть не больше, там, двух часов выходные. А остальное время все-таки следует заменять какими-то активностями или даже просто отдохнуть без ничего. То есть это тоже важно. Возможность даже просто поспать, отдохнуть, не нагружая себя какими-то физическими или умственными, интеллектуальными делами. Это тоже отдых, это тоже возможность ребенку запомнить то, что было в школе, возможно, подготовиться мысленно к каким-то новым будущим делам, таких как, например, сочинение, эссе или презентации и так далее. То есть должно быть разнообразие, не должно быть все в одном каком-то ключе. Ну, наверное, это, в принципе, все, что касается первого пункта. Опять же, все очень индивидуально, нет какого-то рецепта, но мы все-таки советуем делать разнообразие. Это наш подход, который мы советуем нашим студентам. У нас за время нашей школы у нас учатся и обучалось примерно 150 детей. В основном это, конечно, Онтарио, но сейчас уже есть дети, которые занимаются в других городах и в других даже провинциях Канады. Поэтому это действительно работает. Наши родители, они говорят, что это работает. Эти методики действительно позволяют родителям контролировать то время, которое дети играют, и тем самым делать эти активности более разнообразнее. Физические, интеллектуальные, отдых, домашние дела и так далее. Ну, наверное, сейчас, если у вас какие-то, может, есть вопросы, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, я буду рад ответить. Если есть вопросы, пожалуйста, если нет вопросов, можем идти дальше. И следующая тема такая немножко, она будет сложная для восприятия, но мы хотим ее рассказать, потому что это все-таки важно для здоровья, для здоровой психики ребенка, для здоровья вообще в целом. Поэтому следующая тема тоже интересная. Нина, Мэтью, какие-то, может, у вас есть вопросы? Может, поделитесь своим каким-то опытом? Это не Нина, а его сын, Витя. Да, нет, это Витя. А, Вита? Витя, сын. А, Витя? Привет, Витя. Привет, Витя. Привет. Привет. Because it shows me, like, Нина's iPhone. Ну, да, да, да. It's fine. Витя, how are you? Do you have any questions? Не, все хорошо. Все хорошо? Сколько, Витя, ты, сколько тебе лет? Двенадцать. Витя, ты как-то, сколько ты играешь в день? Вот, ты можешь сказать точно, Майк, я играю два часа в день, или я десять часов в день играю? Больше, чем нужно. Он не скажет честно, потому что рядом родители. Двадцать пять часов примерно в день. Сколько? Двадцать пять часов. Ну, не может такого быть. Двадцать четыре всего. Окей. Витя, у тебя есть какие-то фейворит геймс, что-то, что-то нравится тебе больше, что-то Minecraft, Roblox, может быть, какие-то Doom, что-то? У меня есть много вариантов, но мне менее нравится Minecraft. Окей. Ты какими-то еще увлекаешься? Может быть, шахматы, чес или роботикс, или что-то, может быть, кодинг, ты что-то программируешь сам? Я говорю с друзьями, может быть, как-то. О, интересно. Окей, cool. Хорошо. Что скажет Мэтью? Я вижу, что еще Ганна Кузанова присоединилась. Привет, Ганна. Как дела? Здравствуйте. 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 Очень хорошо. Извините, что мы поздно, мы немножко запоздали с уроками. It's ok. Не поздно. Мы буквально только первую часть закончили. Да, может, вы что-то расскажете. Как бы, может, у вас... Я, кстати, хочу представить, что это наши друзья. Это школа Сарабан, которая занимается, занимается, как она называется, ментальная арифметика, да, наверное? Здравствуйте. Извините, только закончу, да. Да, мы занимаемся ментальной арифметикой, но мы очень много, на самом деле, мы сейчас заметили, что это какая-то пошла супер-мега-тенденция на всех мальчиках и девочек, все очень хотят заниматься кодингом. И не только кодингом, они хотят придумывать свои игры. На самом деле, это очень прикольно. Если бы я знала, как это делать, а у меня руки немножко крюки, я бы тоже, садико, к вам пошла. Но я с удовольствием советую очень много детей, которые сейчас интересуются, вот роботик, стим, да, вот сейчас прикольная тема, кодинг. И очень много прям вот хотят попробовать кодинг. Поэтому это, на самом деле, тема очень интересная, она продвинутая. Мне кажется, дети, которые сейчас этим занимаются, они не только продвинутые в технологии, они еще развиты в плане логического мышления, какие-нибудь там, вот знаете, современные штуки в технологии и так далее. Это очень хорошо работает. Потому что, ну, сейчас все переходит, вот, извините, вот сюда, вот, где мы сейчас, в Майн. Поэтому очень расскажите нам, пожалуйста. Извините, что я опоздала, но очень бы хотела послушать. It's ok. Мы просто, мы просто первые, первые закончили вот эту, вот эту часть, которая, как бы, как контролировать это. И если немножко подытожить, что контролировать нужно, это, это важно, без этого нельзя. Если родители не контролируют, сколько ребенок играет в игры, к сожалению, это появляется бесконтрольность. И ребенок тогда может спросить, ну, подождите, а если вы меня не ограничиваете, почему я не могу играть там 20 часов в день? То есть это очень важный момент. Ограничивать нужно, но... Кто там у нас играл 25 часов? Это мой большой друг Витя. Класс. Витя играет 25 часов, но, конечно, это, это, это все-таки преувеличение, но идея такая, что много. Поэтому важно заменять это физическими активностями, это очень важно. И у нас очень многие наши студенты, наши школы, практически, ну, я скажу, наверное, 70% наших студентов, они все занимаются какими-то физическими активностями. И мы не просто, когда нам говорят, что мы занимаемся, ну, мы очень горячо это приветствуем, потому что это возможность выплеснуть это негативные какие-то факторы, негативные эмоции, а сейчас их в связи с ковидом очень много. Вот. Плюс ко всему это дает возможность проветрить мысли и спокойно, хороший сон и хорошая школа и хорошее все остальное. Поэтому заменять нужно очень, как бы, не, не, не рубить с горяча, а постепенно, постепенно заменять чем-то новым. Шахматы, ментальная арифметика, робототехника, может быть, это программирование, тот же кодинг и физические активности. Вот. Поэтому, поэтому вот так. Сколько разрешают ребенку, мы советуем не больше одного часа в день, но два часа выходные. Это все очень индивидуально. Здесь очень все индивидуально. Окей, давайте идти дальше. Может, может, если есть какие-то вопросы, можете, можете задавать по этому пункту. Если нет, тогда мы идем дальше. У нас пункт номер два. Пункт номер два такой себе, можно сказать, весьма сложный, но его нужно обсудить. Потому что перед тем, как мы обсудим хорошие игры или платформы, которые мы советуем использовать, например, в качестве кодинга, программирования, то есть все-таки моменты, которые стоит обсудить в плане нехороших игр. Это очень важно. И, кстати, это видео будут смотреть потом в блоге, в этом, в Brain Masters. И родители, которые подписались, вот они, некоторые не смогли сегодня приехать по связи с разными обстоятельствами. Но родители спрашивали, по поводу хороших игр это интересно. А что по поводу плохих игр? Что вообще мешает здоровью детей и так далее? Расскажите, пожалуйста, вот это очень нужно знать. Очень хочу. Да, давайте это обсудим. На всякий случай я бы, наверное, попросил, если у вас есть рядом дети, я думаю, что стоит детей попросить на 15 минут пойти сделать себе чайку или выпить компотика. И потому что следующая информация, это все-таки будет больше для родителей. И это очень важный момент все-таки услышать родителям. Потому что мы всю эту информацию собираем, собираем от родителей, собираем сами, контролируем максимально. Мы спрашиваем ребят, даже наших студентов, видели ли вы что-то такое, какие-то странные вещи. И у нас есть такая, скажем, некая небольшая база из таких, можно сказать, 5 самых нехороших игр, которые, обратите внимание, уважаемые родители. Итак, следующий пункт, да, плохие игры. На что нужно обратить внимание прямо сейчас? Интернет, это же, вы же понимаете, интернет это все. Все, что есть в интернете, доступно, если на него нет запрета. Мне интересно, вот у кого-то из вас стоят какие-то parental, какие-то restrictions, какие-то ограничения какие-то стоят у вас? Например, на какие-то взрослые, какие-то сайты или что-то такое. Вот если у кого-то стоят такие ограничения, можете, пожалуйста, каким-то образом сказать, поднять руку или написать в чат, у кого это есть? У кого стоят такие restrictions, за ограничения? Social media у нас. Окей, это хорошее, да, это хорошее. Окей. У нас Family Link есть, но кроме, наверное, adult content мы не ограничиваем ничего. Ну, это тоже, это тоже важно, это тоже хорошо. Но, скажем так, что есть действительно игры, которые нам попадались и нашим студентам, нашим родителям. Если вы увидите какую-то из этих игру из своего ребенка на таблете, планшете, вы не просто можете, вы обязаны, как мне кажется, удалить или привлечь внимание к этому. Потому что это может быть не очень хорошо для психического здоровья, для вообще здоровья, для самочувствия и так далее. Сначала, как нам кажется, что нужно сделать, это попробовать, если вы вдруг увидели это или увидите в будущем, не дай бог, что так было, не желаю, попробуйте поговорить и объяснить, что эта игра, почему она вот такая, что она, какая ее цель и так далее. Вы можете спросить, например, некоторые из наших учителей говорят, что говорят с учителями в школе, классными руководителями, вот в какие игры играют обычно дети на RISES, на переменах. Может, они что-то слышали. Обычно учителя говорят, о чем говорят дети, если они вот знают об этом. По крайней мере, наши родители, наши студентов нам об этом говорили, что учитель в школе, он как бы такой коннектор, он может, он может, может что-то подсказать. Второй момент, да, это нужно все-таки знать, что происходит, это просмотр поиска на YouTube, в поисковой системе, нужно смотреть, нужно просматривать. Конечно, есть возможность входа через инкогнито, да, есть такая, есть такой нюанс, и есть также возможность отключить эту версию инкогнито, но для этого нужно немножко больше владеть навыками администрирования, чтобы добавить все это, определенные команды уже в структуру операционной системы, что немножко сложно, скажем, это такой немножко взлом. Но, да, нужно просматривать, нужно смотреть YouTube, просматривать поиск, нужно смотреть, например, можно, можно также ребенка попросить, показать те, например, каналы в Discord. Есть такая, есть такая программа Discord, что-то типа Zoom, но для игр. То есть, ребята, подростки очень часто пользуются Discord, и часто в Discord-ленте можно увидеть весь вообще процесс происходящего. Это, конечно, немножко нарушение какой-то privacy, но это лучше сделать с ребенком. Сказать, покажи мне, пожалуйста, что у тебя там происходит. Чисто вот, может быть, знаете, проявить интерес в том плане, чтобы посмотреть какие-то мемчики, какие-то фотографии интересные, но, тем не менее, обратить внимание на всякий случай, на какие-то интересные сообщения. И еще раз повторю, ни в коем случае не нарушая privacy. Это очень важно, потому что ребенок может это не оценить, и это оттолкнет его или ее. Итак, теперь давайте пойдем по списку. Первое, наверное, пятое место в нашем списке называется Fire Fairy. Это некая онлайн-игра, это онлайн-розыгрыш, в основном для очень маленьких детишек, вот прям действительно маленьких. Пять, шесть, семь лет, ну, восемь бывает, да, видели, я видел случай, когда восемь лет. Идея такая, значит, есть инструкция, присылается инструкция, что, особенно девочки на это как бы реагируют, потому что девочки любят фей, юникорны, феи и так далее. Значит, что они говорят? Включите газ в плите в полночь, когда родители спят, а затем вы идите спать. И вот эта игра обещает, что когда проснутся все, детки проснутся, они станут огненными феями. Вот такая вот игра. Конечно, во многих сейчас... Как же эта игра вообще может быть разрешена тогда какими-то вообще... Они появляются в разное время, в разное место, под разными, через разные прокси сервера и так далее. Это все, да, это же, да, это бывает. Поэтому не у всех, конечно, есть газовые плиты, понятное дело, но все равно. У кого есть, это очень важный момент. И уже многие, многие детишки от этого пострадали. Поэтому, да, это онлайн-игра. Она выходит также под разными приложениями. Иногда приложение не говорит, что это FireFairy. Поэтому нужно смотреть, что за приложение установлено, как оно работает. Если устанавливается новое приложение, посмотреть, что за какие-то дополнительные опции есть. Например, часто бывают приложения бесплатные, а внутри есть какие-то так называемые add-ons или что-то типа in-app purchases. И вот эти in-app purchases, они тоже бывают бесплатные потом. Но вот они могут принести такую красоту. Это пятое место. Следующий момент называется Blue Whale. Это, назовем его, полная жесть, потому что это действительно игра. Она тоже выходит под разными социальными сетями, под разными приложениями. Тоже она есть. Игра, в которой, значит, просят администратора и специальные кураторы, и специальные администраторы, которые говорят, слушай, дружок, тебе нужно ряд вот испытаний, посмотри, пожалуйста. И в конечном итоге происходит самое, что ни на есть опасное. Это некие причудливые такие все очень, очень они веселые вещи. Но в конце, в конце концов, это, ну, вы можете почитать. Я не буду это озвучивать. Вы можете это почитать, чтобы все все понимают. Но это, если вы увидите вот эти очертания или какие-то вот что-то связанное с китами, это важно сразу посмотреть. Важно сразу взять на внимание. Все, что связано с китами. Они могут быть синие, могут быть красные, они могут быть colorful, они могут быть прекрасные. Но увидите кита, обратите просто на это внимание. Окей? Alright. Следующее называется Cinnamon Challenge. Это я лично встречал не один раз. Эту опасную шутку, эта игра. Это не является приложением. Но есть, например, разные интернет-сообщества, которые... Это иногда появляется на YouTube, потом это удаляется, снова появляется, снова удаляется. Но так как YouTube является самым таким центром, рассадником всего хорошего, иногда нехорошего, что представляет? Значит, говорят, дети, пожалуйста, вы должны проглотить ложку молотой корицы. Молотой корицы за минуту, без воды. Но специя едкая, проглотить, можно понять, что это происходит, и могут возникнуть разные нюансы. Это очень важный момент. Увидите какие-то челлендж, связанные с Cinnamon, корица, блокируете сразу. Здесь не должно быть никаких обсуждений. Это очень нехорошая игра. Идем дальше. Второе место. Charlie Charlie. Здесь, конечно, это не онлайн-игра, но это легенда, которая тоже бывает, которая не причиняет вреда, скажем так, здоровью ребенка, но это причиняет вред, скажем так, психологическому. Эта игра очень вызывает страх у детей. То есть физически ничего не происходит, но вызывается страх. Вот дети потом начинают пугаться всего, что происходит на улице, в коридоре, темный свет, где-то там в бейсменте или еще где-то. Это вот эта игра называется Charlie Charlie. Когда вы видите No Yes No, это все крутится, ну как бы два карандаша друг на друга, и указывается да или нет. Вот такая спиритическая, спиритический сеанс для самых маленьких. Это все немножко зомбирует их. Поэтому, да, наши родители тоже говорили, что вот Charlie Charlie, это прям, да, это было некоторое время назад, когда прям ребята боялись, боялись садиться, извините, на туалет, потому что оттуда что-то могло показаться. Да, это тоже может быть там. Ну и первое место. Это называется Mariam's Game, игра Mariam. Это онлайн-игра. То есть это даже не легенда, это конкретная игра, которая говорит, что, слушай, ты идешь в лес, а дальше вот там мы тебя будем сопровождать, и, значит, там твоя задача найти дорогу домой. Все просто, найти дорогу домой. Не надо говорить родителям, не надо говорить никому, просто иди домой. Но вот в лесу где-то там заходи и иди потом домой. Ну, вы понимаете, да, что это может быть. Называется Mariam's Game. И эта игра является одной из самых, скажем так, то есть многие правоохранительные органы и вообще родители. Есть даже целое сообщество родителей, которые вот высматривают любые напоминания об этих играх, в том числе Mariam's Game. И таким образом, да, это все нужно максимально блокировать. Поэтому это такой топ-5. Их, конечно, не 5, их намного больше. Большинство из них, скажем так, это некие онлайн-сообщества, онлайн-игры. Но, ну вот эта пятерка, это самое, это самое-самое. Поэтому, надеюсь, эта информация вам немножко хотя бы добавила какой-то информации, что все-таки, что не все хорошо в мире игр. Есть такие, которые нужно быть на чеку. Может, у вас есть какие-то вопросы, может, есть какие-то собственные наблюдения, что-то вы, может, сами видели. Тоже будет интересно услышать, пообщаться. Вы знаете, Миша, на самом деле вот эта вот игра, которая, вы сейчас говорите, последняя, Mariam's, я видела похожую картинку вот сегодня буквально на одном из веб-сайтов детских игр, кстати. Я не уверена, что это может быть именно конкретно эта игра, но очень похожая картинка. И я теперь боюсь всех этих игр, что удивительно. То есть реально дети заходят на эти игры, и вот их сподвигают делать вот эти вот ужасные вещи. Да, да. И вот я даже прочитала, что есть, вы говорите, модераторы, которые вот реально... Куда, есть модераторы, кураторы. Кураторы, извините, да. Они курируют, они это все управляют и так далее. Да, это все есть. Это ужасно. Да, и это, понимаете, когда вы знаете, вы вооружены, вы знаете, на что обратить внимание. Это киты, это карандаши, это корица. Ну, хотя бы вот этот список. Это уже вы вооружены, вы уже знаете, на что можно реагировать. А дальше, конечно, если увидите такую девочку где-то в лесу, где-то потерянная, это не обязательно может быть Maryam's Game. Это может быть что-то другое. Но обратить на это внимание, что... Почему это приложение стоит, например, у нас, нужно очень оперативно, скажем так. Да, я думаю, что уже такой информации достаточно. Давайте перейдем к чему-то хорошему. Вот давайте поговорим о хорошем. У нас осталось не так много времени, буквально минут 13-15. Хорошие игры. Что такое вообще хорошие игры? Для нас хорошие игры это те, которые, скажем, помогают развитию, помогают развивать эрудицию, логику, мышление, скорость печатания. Помогают даже обрести каких-то друзей. Это тоже возможно. Есть здесь платформы, которые конкретно дают возможность общаться и что-то создавать свое, коллаборироваться. То есть, например, есть два друга, которым... Или две подруги, которым интересно что-то вот около игр, какие-то игровые моменты, и как им найти друг друга. Единственная возможность — это социальные сети, уже у нас еще как бы в этом возрасте не совсем, у всех они есть. Поэтому это возможность. Там есть модераторы, которые сидят, и конкретно любые запрещенные вещи, они блокируются моментально. Я лично это, кстати, проверял. Мне просто сказали, что есть такое модерирование. И вот что, если я отправлю какую-то ссылочку, какую-то нехорошую, буквально моментально блокируется. То есть, сидят модераторы, и есть даже, наверное, автоматизированная какая-то система контроля. Итак, давайте хорошие игры. Какие же все-таки игры развивают детей? Да, если вы считаете, что все игры плохие, это не так. Это чистая правда. Мое убежденное мнение — не так. Не все. Есть игры, которые, например, созданы, ну, можно сказать, университетами, технологическими университетами. Есть популярные разработчики игр, создают свои собственные платформы, и есть целые даже сообщества. То есть, есть люди, которые, взрослые люди, которые говорят, окей, мы знаем это. В ближайшие 10-15 лет нужно будет на 300-400, полмиллиона разработчиков игр больше. Где их взять? То есть, вопрос, где их взять? И то, что это будет востребовано в ближайшее будущее, это не, не, нет никаких абсолютно, ну, скажем, нет никаких, как это назвать? Нет, нет предпосылок в этом сомневаться. Сейчас я хочу вам показать один веб-сайт. Я попробую сейчас очень быстро найти. Называется оно, называется он Worldometers. Это веб-сайт, на котором публикуются разные статистики. Статистика по, в том числе, ковиду. Я не буду про ковид показывать, не переживайте, я покажу что-то другое. Статистика по ковиду, статистика по current world population, то есть, как оно сейчас увеличивается, сколько рождений, ну и так далее. Но это все неинтересно. Мне интересно... Мне интересно вот этот момент. Посмотрите, пожалуйста, что это today, это сегодня, по всему миру, сколько потрачено денег людей на видеоигры. Вот эта цифра. Сегодня. То есть, если сравнить с какими-то другими цифрами, то есть, представьте, 252, 504 и так далее. То есть, это получается... Это получается что? Это миллиард. Но если 6-0, это миллион, 9-0, это миллиард. То есть, ну, скажем так, это большая цифра. Очень большая цифра. И она увеличивается, потому что люди, которые тратят на видеоигры, их с каждым днем становится все больше, больше и больше. Это проверенный факт. Давайте вернемся к нашим делам. Итак, что же все-таки хорошие игры? То, что будет востребовано через 10-15 лет, это действительно так. Но некоторые игры, которые тоже мы сегодня обсудим, дают возможность также и заработать на этом. То есть, это не просто бездумная игра, это еще и заработок. Но для заработка, конечно, нужно быть подкованным в этом плане. Нужно понимать, как это работает. Нужно следить за трендами. И многие подростки на этом очень неплохо зарабатывают. Это действительно так. Одна из платформ, которую мы сегодня обсудим, она ярчайший пример этого. И мало того, эта платформа вышла на биржу IPO. Или, по-моему, собирается выходить, ну или уже вышла. То есть, это говорит о том, что это является, ну, как бы перспективой. То, что не просто разработал игру и забыл ее, положил ее в долгий ящик. Это еще возможность заработать. Поэтому зарплаты разработчиков в игр, безусловно, самые, одни из самых высоких в мире. С каждым годом они растут. Люди больше тратят на это свои деньги. И это значит, что рынок этот не, ну, скажем, не остановится. Он не будет идти вниз. Итак, какие же игры помогают все-таки развивать? Может, какие-то языки программирования есть специально созданные, ну, скажем, попроще, чтобы дети могли разобраться, дети, подростки могли понять, а что это вообще такое? Какой, насколько сложен синтакс из того или иного языка? Ведь, по сути, язык программирования то же самое, что мы изучаем французский, испанский. То есть, есть правила, есть слова, есть какие-то команды. Это все то же самое. Просто для изучения минимального словаря языка нужно три месяца. Для изучения минимального, для того, чтобы написать что-то на каком-то языке программирования, три месяца. То же самое. Итак, давайте пойдем с первой позиции. Шестое место называется CodeMonkey. Прекрасное приложение. Это приложение для планшетов, для таблетов. Детки 4+, и обожают эту игру. CodeMonkey, она, ну, скажем так, она бесплатная. Там есть какие-то дополнительные небольшие фрагменты, которые покупаются. Но это действительно классно. То есть, нужно написать код, нужно собрать бананы и сохранить мир. То есть, такая вот простенькая игра, но это очень friendly, очень прикольная. Представьте, 4+, то есть, для 4-летних ребят, они прокладывают обезьянке путь с помощью блоков, с помощью команд, чтобы обезьянка прошла сюда три шага, поднялась два вверх шага, собрала этот банан. То есть, это развивает очень сильно логику и абстрактное мышление, куда должна пойти в следующий раз обезьянка. Поэтому шестое место точно отдаем CodeMonkey. Следующий момент – это Scratch Junior и Scratch. В нашей школе есть это приложение, в нас есть этот курс. Это, можно сказать, это игры, но это и приложение. Есть такой вуз, называется MIT, Massachusetts Technological Institute. Он находится в Бостоне, Соединенные Штаты Америки. Это считается вместе с, например, Waterloo считается, MIT считается одним из лучших университетов в плане IT, в плане программирования, в плане вообще IT-профессии. И эти Scratch Junior и Scratch разработаны в MIT. То есть, это их разработки. Они являются владельцами торговых марок Scratch и Scratch Junior. И они разрабатывают эти приложения. То есть, их задача – научиться создавать игры с помощью визуального, как бы визуальных блоков и визуального кодинга. Я могу, кстати, показать, если у вас есть желание, пока мы сейчас смотрим. И самая главная идея Scratch и Scratch Junior – это в том, что даже можно без какого-то опыта в программировании с помощью, ну, скажем так, это интуитивно понятно, как это все работает, можно запрограммировать какую-то свою игру. Иногда игры большие, иногда игры супер большие. Можно загрузить любые картинки, можно загрузить музыку, можно все что угодно, графика любая, анимация. И это действительно здорово. То есть, это бесплатные программы, они ни за что не нужно платить. Иногда нужно много, конечно, команд использовать. На одну игру иногда уходит очень много времени. Но, например, вот эта игра, как вот называется, Shoot the Coronavirus – это игра, которой нужно убить коронавирус, который… это я сейчас играю. Нужно убить коронавирус, который находится внутри вот этого круга. То есть, он пытается меня немножко подпортить, я пытаюсь подпортить его. Кто выиграет, я пока не знаю. Но идея такая. То есть, это все делается с помощью кода, с помощью вот этих команд, которые соединяются между собой. Интересно? Да, это очень интересно. Потому что это дает возможность понимать, как работает вообще программирование. Там есть, в принципе, все. Там есть и условия, и функции, и вообще очень здорово. То есть, возраст только отличается. Это для детей на планшетах делается, а это делается уже на компьютере. Следующее место, четвертое – это Minecraft. Мэтью в самом начале нашего общения сегодня рассказывал, что замечательные дочери Мэтью играют в Minecraft. Так вот, в Мэтью есть, есть Minecraft обычная игра, есть Minecraft Educational Edition. Она, да, в нее можно не только играть, но и делать свои какие-то собственные моды, так называемые. То есть, можно создавать свои собственные планеты, ну, то есть, все, что угодно, любую архитектуру. Чем хорош Minecraft? Minecraft Educational Edition – это позволяет… Это все-таки основа архитектуры и дизайна. Там очень много разных элементов, которые, как строительство, например, бангала или строительство какого-то дома или какой-то шахты. Это улучшает абстрактное мышление, позволяет научиться программированию, потому что можно там писать скрипты на Java и на Python. Есть небольшая плата – 5 долларов в год, но я не думаю, что это как бы супер-биг-дил. 5 долларов в год за Educational Edition. Да, это очень интересная вещь. Третье место – это Python. Почему Python? Потому что это один из самых простых, логичных языков программирования. Библиотеки, которые используются, по крайней мере, в нашей школе – это Pygame Zero и Pygame, их две. Они идеально подходят для детей, чтобы создавать свои собственные игры. Можно создать все, что угодно. Можно создать Flappy Bird, можно создать морской бой. Это очень здорово, потому что действительно это позволяет сделать такие вещи, которые просто… То есть пишешь код, и это все делаешь. Вы видите сейчас мой экран? Я показываю сейчас… Да, вот это Python. Это язык программирования Python. И вот как раз игра, которую мы сегодня с ребятами закончили в одной из групп, называется Flappy Bird. Идея очень простая. Есть птичка, которой нужно пролететь через две pipes, и они все время меняют свое местоположение. Я нажимаю сейчас кнопку Space, и моя птичка сейчас должна пролетать. Если я сталкиваюсь с одной из двух этих платформ, у меня счет обнуляется, и моя птичка немножко… Да, немножко утрачивает свой score. Чем простая игра? Тем, что, в принципе, язык… Язык – это кажется, что оно тяжело. Но когда разбираешь каждую линию, что она означает, мы с ребятами очень детально все рассматриваем, как это все работает, это начинает быть более-более понятно. Поэтому Python, да. Python для ребят 11… Ну, скажем, иногда 10 плюс есть у нас, иногда 11, но это действительно здорово. На втором месте… Давайте немножко буду ускоряться. На втором месте платформа Unity. Это приложение для 3D-игр. Используется язык, называется C Sharp, и в мире очень много платформ для создания игр, но именно у этой платформы Unity очень много поклонников, очень много поддержки и среди взрослых, и среди подростков. То есть ребята, которым старше, скажем, 13 лет, им проще изучать язык программирования C Sharp. И он немножко сложнее, чем тот же Python, но вот для Unity используется C Sharp. То есть ребята… Многие, которые увлекаются играми, они знают, что такое Unity. И это бесплатное приложение. Очень большой есть суппорт, много есть разработчиков, которые выставляют уже готовые решения. Поэтому второе место точно отдаем. Ну и последнее. Первое место. Это Roblox Studio. Если кто-то не слышал о Roblox до сегодняшнего дня, я думаю, что этот человек живет в 20 веке. Никого не хочу обидеть, но это действительно суперпопулярная тема, потому что Roblox – это есть платформа, в которой можно не просто играть, но можно и заработать. Это единственная платформа, которая вышла на международный рынок в плане IPO. Они привлекают инвесторов, потому что создается игра, и ее же можно монетизировать. То есть на ней можно зарабатывать, когда герой покупает какие-то дополнительные штуки. Например, вы идете, что-то делаете, у вас есть кнопка, и для того, чтобы получить дополнительные какие-то энергии или что-то, костюмы, нужно потратить какие-то виртуальные деньги в этой системе Roblox. Можно на этой системе очень важный момент, что можно обучить нескольким вещам. Во-первых, это 3D-моделирование. То есть если посмотреть, например, я могу попробовать сейчас открыть Roblox Studio, то есть это и 3D-моделирование. То есть можно создавать любые объекты, и улучшать их цвета, материал и так далее. Плюс это геометрия. Понимается, как работают координаты X, Y, Z и так далее. Как это все... То есть это большая платформа, на которой есть практически все. То есть все, что можно... Плюс там есть еще возможность программирования на языке Lua. Это не очень, скажем, суперпопулярный язык программирования, но он используется в Roblox. Lua называется. То есть это можно все монетизировать. И большой плюс Roblox Studio — это то, что это приложение бесплатное. Оно не требует никаких... Ну, оно требует регистрацию в системе Roblox, но никакой обонплаты. Все можно создавать практически вручную. Можно улучшать с помощью скриптов и таким образом публиковать свои игры на системе Roblox. То, что мы вот, собственно, наша школа и делает. И мы учим ребят создавать свои собственные игры на Roblox и публиковать в системе Roblox. И изучаем каждый месяц какие-то новые элементы, которые им будут нужны. Но, в принципе, наверное, и все. И что мы обсудили сегодня? У нас сегодня... Давайте я вернусь назад. Как это можно контролировать, когда ребенок играет в игры? Скажем, bad guys, плохие игры. И хорошие, good guys. Какие игры все-таки развивают детей и подростков? Несколько буквально слов о нашей школе. В нашей школе Codid.se мы обучаем детей только игровому программированию. Мы не создаем веб-сайты. Мы не создаем какие-то мобильные приложения. Это не к нам. У нас только игровое программирование. То есть если ребенок хочет научиться создавать свои игры, есть разные возрасты, которые мы рекомендуем. Но у нас только игровое. Game development. В наших каждой группе не больше 6 учеников. Чаще бывает меньше. Бывает 4, бывает 5. Ну вот 6 редко, но в основном, конечно, это Roblox, наверное. Самые популярные сейчас. И у нас есть поинт, система поинтов, когда мы начисляем ребятам за какие-то победы, успехи. Мы начисляем поинты. И в нашей школе один поинт равняется одному канадскому доллару. И ребята могут себе за какой-то период заработать. Кто-то покупает новые наушники, кто-то покупает новую мышку, у кого-то какие-то другие карманные расходы. То есть у каждого свое. Ну, то есть чем просить денег у родителей? Вот есть возможность немножко самим за свой какой-то сексесс. Есть возможность немножко подзаработать. Каждый урок, который у нас есть, мы записываем на видео автоматически, выкладываем в Classroom. Если не успели, не поняли или пропустили урок, зашли на следующий день в Classroom, все там есть. Никаких изменений, не вырезаем. Все как есть, публикуем. Также у нас есть очень интересная реферальная программа, которую наши друзья и коллеги очень пользуются, и наши родители. За каждого приведенного друга или знакомого в нашей школе мы выплачиваем 25 долларов кешем. Это не какие-то абстрактные поинты, бесплатные уроки. Это чистое вознаграждение, которое мы платим. 25 долларов. В группе в каждой у нас два тьютера. Мы очень часто меняемся, как бы один тренер объясняет, второй делает какие-то notes. Мы часто проверяем, общаемся с ребятами в чате, если у кого-то есть личные какие-то вопросы, не касается, например, что-то по области программирования и так далее. Поэтому в каждой группе у нас всегда два тьютера, два тренера. Ну и у нас учатся дети и подростки с 5 до 15 лет. Есть даже два, по-моему, двое ребят 16 лет по всей Канаде. То есть у нас сейчас проходят все занятия в онлайне. Нет у нас никаких оффлайн локейшнс в связи с ковидом. Но, возможно, с сентября, возможно, с какими-то из наших друзей, партнеров, мы, возможно, сможем как-то объединиться и что-то что-то попробовать открыть снова. Мы очень скучаем. Мы очень скучаем по общению, по личному общению с ребятами. Поэтому в данный момент это только онлайн. Но, надеемся, надеемся, ситуация изменится. Ну и, наверное, для тех, кто присутствует в нашей... То есть сегодня, сейчас и кто посмотрит это видео, у нас есть специальное предложение, которое, возможно, будет это кому-то интересно. Может, не конкретно вам, возможно, вашим друзьям. Я сейчас его опубликую, что у нас стоимость обучения в нашей школе составляет в месяц 200 канадских долларов. Это 8 уроков. То есть каждой неделе идет по 2 урока, 8 уроков в месяц, по 55 минут. И обычно у нас это стоит 200 канадских долларов за один месяц обучения. Но именно у нас сегодня, до конца сегодняшнего дня, у нас есть специальное предложение, которое говорит, что при покупке одного месяца программирования второй месяц автоматически получается в подарок. Это только сегодня. Это на любой из наших курсов, которые есть. И занятия у нас начнутся... То есть новые группы у нас планируются к старту в начале апреля. И, опять же, время за время уроков все это обсуждается, но количество мест у нас очень ограничено, потому что уже есть желающие в апреле присоединиться. Поэтому, если это будет интересно вам или вашим знакомым, мы будем очень рады вас видеть в нашей школе. Ну, наверное, и все. Наверное, на сегодня это все. Если какие-то, может, есть вопросы, пожелания, рекомендации, я буду очень рад услышать вас. Михаил, очень класс-класс-класс. Классная рекомендация, потому что очень было интересно. Спасибо большое. И у вас классная акция. Я, собственно, воспользуюсь вашей акцией, конечно же. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот мне очень интересно, вот детки, которые после 15, да, вот вы говорите, у вас парочку 16 лет есть тоже, а вот эти вот игры, которые они делают, они им помогут для, допустим, поступления в университет или колледж на программирование? Ну, или там что-то в этом роде. То есть это можно засчитывать как в портфолио? Они достаточно будут у них хороши, скажем так? Да, хороший вопрос. Ну, скажем так, у ребят, которым это действительно интересно, мы часто задаем более старшим студентам вопросы, вы вообще для чего здесь? Да, вот. Есть ребята, которые говорят, я знаю, чем я буду заниматься, это будет гейм-девелопмент. Я знаю это. Некоторые ребята говорят, ну, просто фан, и это нормально. То есть мы не из всех ребят мы всех видим гейм-девелопера. Это не нужно этого делать. Поэтому те ребята, которым это интересно, мы советуем все-таки этот, скажем так, у нас каждый месяц, в конце месяца у нас есть неделя, она, кстати, будет на следующей неделе, во всех группах мы делаем, мы делаем, называется M.I.O.G. Make Your Own Game. И ребята делают свои собственные игры, потом голосуют, дарят каждому свои голоса, свои поинты, ребята зарабатывают таким образом как бы какие-то, какие-то деньги. И мы советуем ребятам выкладывать этот код на GitHub или на GitLab. То есть мы говорим ребятам, чтобы, когда они выкладывают в репозиторий, это возможно уже показать каким-то своим, ну, скажем, будущим преподавателям или даже работодателям. У нас, например, двое наших выпускников, один из них учится в Waterloo, а второй учится в UFT. Так вот, они закончили Python-курс, и у них, они работают на фрилансе сейчас, пока учатся. То есть у них есть портфолио с их кодом. То есть они этот код выложили в GitHub, и когда нужно показать потенциальным клиентам свой какой-то пример, какой-то работа, они показывают этот код. И это прекрасное портфолио, да, оно игровое. Может, не всегда ребятам есть заказы сделать какую-то игру. Кто-то за него зарабатывает веб-сайт, девелопмент, кто-то игры какие-то делает на небольшие. Но, тем не менее, это тоже является, скажем так, портфолио. То есть это тоже есть. Класс. Очень-очень интересно, на самом деле. Это удивительно, что дети знают много больше, чем мы. Ну, по скорости дети вообще иногда удивляют. Да, то есть вроде бы сложный какой-то код. Показываешь, достаточно одного, один раз объяснить, что он делает, какие там условия или функции, какая применяется. Они уже достаточно. На следующем уроке это нужно сделать вот так, вот так и вот так. Поэтому скорость восприятия информации очень-очень впечатляет. Поэтому наша задача не сколько переучить или как-то навязать какое-то свое мнение. Наша задача, если кто-то хочет изучить программирование, мы рассматриваем это как зернышки. То есть мы это садим, и дальше мы даем почву, мы даем полив, и дальше мы помогаем расти. И куда вырастет это зерно, мы не знаем. Это может быть создание игр, может быть это... У нас есть ребята, которые начинали с программирования, а затем переключились на видео, на анимацию. То есть им интересно было анимировать героев, и даже есть вот у нас ребята, которые открыли свои два YouTube-канала по анимации. То есть мы анимировали героев Scratch, и то, что я показал в самом начале про коронавирус, это был Scratch. И вот они делали анимацию, и сейчас у них есть свои каналы на YouTube, когда они выкладывают там какие-то видео по анимейшнс. Это тоже интересно. То есть куда оно направится, это уже ребята сами решают. Вот. Поэтому, поэтому да, все. Вам нужно обязательно показать ваши ненаванты. Обязательно. Очень хотим посмотреть. Мне очень понравилась презентация, если это. Мне очень понравилась презентация. Витя, это Витя. Витя, как дела? Да, это Витя. Витя, Витя подключился. Витя, ты скажи, тебе понравилось? Мне очень понравилась презентация. Я понял очень много. Ну, очень здорово. Витя, если тебе будет интересно, мы можем тебя пригласить на открытый урок, на абсолютно бесплатный пробный урок. Придешь, можешь прийти в группу, посмотреть, как ребята программируют игры, что мы делаем, как учителя работают. Единственный момент у нас на английском языке, если это не является как бы проблемой. Это не проблема. Не проблема. Окей. Окей, ну, ну что, тогда, тогда, в принципе, наверное, все, если, может, каких-то других вопросов не будет. У нас есть веб-сайт, называется он Cody.ca, я могу сейчас отправить прямо вам в чат, и также у нас есть наша YouTube-страничка, которая, мы стараемся ее, насколько мы можем это делать, насколько мы часто можем ее обновлять, мы ее обновляем, и я с удовольствием вам сейчас отправлю. Будем рады, если вы подпишетесь, или будете какие-то давать иногда нам лайки, будем, это будет нас очень сильно стимулировать. Это все в чате, это все вы можете увидеть в чате. Ну, наверное, тогда всем спасибо, и до тогда, до встречи. Спасибо, Татьяна, Нина. Спасибо вам огромное, Михаил. Спасибо, Мэти. Как всегда, очень познавательно, очень полезно, очень интересно. Запись у нас получилась, рекординг, и если можно, два слова, да, действительно, я хочу подтвердить, поскольку у нас это сейчас актуально, поступление и так далее, что это портфолио, оно очень полезно, на самом деле, потому что я читаю Reddit сейчас, там все из Сережи, и если у ребят, у кого-то, ну, немножко ниже средний балл, но у них есть, даже они поступают на инжиниринг, не только на компьютер сайенс или компьютер инжиниринг, а поступают на другие профессии, и у них есть такое портфолио, и даже игры свои, они это все показывают, и это очень весомо влияет на поступление в университеты, имеется в виду даже самые престижные, так сказать, факультеты Канады. Поэтому, ну, все, что вы делаете, просто замечательно, очень приятно было видеть всех. Спасибо огромнейшее. Спасибо. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Счастливо. Спасибо. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok